сегодня у нас меню 2 супер мягких блюда которые готовятся с яйцом яичный ролл суфле наше первое блюдо для его приготовления нам будут нужны яичный желток две штуки и яичный белок одна штука в рецепте приводилась только желток одна штука но в реальности нужно два я вам покажу потом почему первое что мы делаем мы отделяем желтки от белков немного нужно будет посолить как желток так и белок буквально щепотка и затем в желтки у меня здесь один желток желток надо ли будет 2 добавляем воду одну столовую ложку ли можно молоко если вы хотите и нужно будет помешать желток и далее мы занимаемся белком белок нужно будет то взбить это можно сделать вручную займем где-то около одной минуты венчиком или же миксером для купучина или обычным миксером взбиваем белок до мягких пиков так чтобы он уже не выпадал из пиалы и далее нагреваем сковороду смазанную растительным маслом можно смазать кухонным бумажным кухонным плотенцем и далее заливаем желтки образуя форму блина вот видите что одного желтка не хватает в рецепте был приведен один но на деле нужно будет два поэтому даже если вы используете маленькую сковороду то все равно нужно будет два в один желток нереально завернуть все количество белка от одного яйца а когда желток а схватится мы выкладываем на его поверхность взбитые белки распределяя их немного такой полоской по яичному желтку точно уже блину из яичного желтка и далее начинаем сворачивать как обычный ролл ну как мы обычно делаем яичные роллы при этом выравниваете периодически его форму переворачивать со стороны на сторону чтобы он склеился и схватился со всех сторон огонь мы держим слабый в этот момент теперь нужно будет нарезать яичный ролл суфле лучше нарезайте кусками шириной в один с половиной сантиметра потому что если вы будете резать в один сантиметр то больше вероятность того что он может там поломаться и не давите на него сильно когда вы режете потому что он достаточно мягкий ну и вот такую красоту мы с вами получаем а сверху его можно этот ролл полить медом или сиропом вообще сойдет за отличный десерт то супер мягко супер вкусный и супер красиво так что в принципе советую попробовать и приготовить я это взяла себе на заметку и думаю чтобы готовить достаточно часто на завтраке второе нашего блюда это яичное суфле на пару с креветками нам нужно будет для его приготовления два яйца немного зеленого лука одно пиро для топпинга это по желанию и также креветки коктейльные около 50 грамм вообще вы можете использовать и грибы и как какой-то другой наполнитель для начинки или готовить вообще это суфле без начинки вообще чтобы разморозить коктейльные креветки достаточно просто их промыть в холодной воде вот так даже сказать про полоскать если же вы используете не коктейльной креветки в креске достаточно большего размера туда из них нужно будет leg такие имеющиеся у них прожилки коктейльные креветки из них это удалять и не нужно там это практически нет и мы откладываем несколько креветок для топпинга это по желанию это можно не это можно пропустить креветки для топпинга если мы его хотим сделать то их нужно будет отварить в соленой воде буквально одну минуту даже если не очень маленький то достаточно и полминуты сами же креветки все оставшиеся мы измельчаем ножом не измельчать их прям таки очень очень мелкая чтобы они сохранили свой жевательный эффект если вы используете например грибы то их тоже измельчаем зеленый лук если мы его хотим если мы собираемся в используя для топпинга то мы его нарезаем мелко тонкими кольцами а далее мы должны взять какую-нибудь глубокую емкость все туда сливаем воду или же можно использовать какой-нибудь бульон 150 миллилитров в данном случае мы добавляем туда и щепотку соли и затем соевый соус 1 3 столовые ложки кстати в данном случае если вы используете креветки то можно пропустить щепотку соли добавить одну треть столовой ложки например рыбного соуса для более глубокого вкуса и также мы добавляем мирин рисовое вино одну столовую ложку если нету просто пропускаем этот ингредиент и 2 яйца мы разбиваем и добавляем туда же вообще в принципе приведенные пропорции достаточно на две порции если вы будете использовать маленькие пиалы у меня на одну большую пиалу здесь все стандартную мы это все хорошо перемешиваем венчиком не взбиваем а перемешиваем затем мы кладем в пиалу измельченные креветки если у вас грибы то грибы или еще тому что вы используете овощи пиала доставить должна быть достаточно прочная чтобы выдерживать жар мы будем готовить на пару и затем заливаем яичную смесь туда же в пиалу делаем это через ситу для большей мягкости и однородности формы текстуры далее я сообразовалась пена то ее лучше удалить с поверхности чтобы поверхность была более красивую нашего суфле затем нагреваем воду доводим ее до кипения устанавливаем стиммер пропариватель какой у нас есть бамбуковый железный или в общем какой есть на него кладем ставим сверху пиалу накрываем ее куском фольги и накрываем все это крышкой и отправляем на огонь пропариваться как мы пропариваем сначала две минуты мы пропариваем на сильном огне и затем мы уменьшаем огонь до слабого и пропариваем еще в течение 7 минут по истечении этого времени если мы хотим сделать топпинг приведенный в данной рецептуре то мы снимаем крышку снимаем фольгу и кладем сверху уже подготовленный топпинг а именно отваренные нами креветки и зеленый лук если вы топпинг не делайте то это все просто пропускается накрываем опять фольгой и далее накрываем крышкой и после этого пропариваем в течение еще одну минуту просто топпинг чтобы он нагрелся был тоже теплый ну и собственно говоря наше очень вкусное нехитрое блюдо готово она отлично подойдет для завтрака или как закуска к остальным блюдам во время обеда или ужина надеюсь вам было интересно лайкайте подписывайтесь здесь еще раз придем способ приготовления и ингредиенты приятного вам аппетита а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok